Теперь об антитеррористической операции в Сирии. Правительственная армия начала масштабное контрнаступление сразу по нескольким направлениям. Это стало возможным после того, как точечные удары российских ВВС лишили террористов большей части оружия и техники. Самые горячие точки сейчас в провинциях Идли, Полепа, а также на окраинах Дамаска. В столице не будет безопасно до тех пор, пока экстремистов не выбьют из ближайших пригородов Джабара и Хараста. За них идут ожесточенные сражения. Боевики не хотят терять плацдарм, с которого они могут обстреливать город. Но вооруженные силы Сирийской республики освобождают эти поселки квартал за кварталом. Один из недавних успехов в Харасте взят в плен один из так называемых полевых командиров. С его помощью военные устанавливают точные координаты позиций террористов и выясняют, кто и как управляет формированиями. Я хотел вас спросить, вы же не простой солдат, вы же командир. А почему вы вели своих людей на уничтожение мирного населения здесь, в этом сирийском городе? Это был приказ свыше, так говорил наш лидер. Он говорил, кого убивать, куда стрелять, что взрывать. Это большой человек в армии ислама. Его зовут Абу Маруф. Еще он известен как Абу Адас. Он шейф. Очень богатый и влиятельный человек. Как раз во время съемок этого репортажа наши коллеги попали под обстрел. К счастью, они не пострадали. Легкие ранения получили переводчик и военный из группы сопровождения.